Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Спасибо большое за то, что заходите, анализируете, пытаетесь разобраться в том, что происходит. Мы тоже это делаем. Фёдор Хрошининников сейчас со мной на связи. Фёдор, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Фёдор, уже есть сообщение о том, что критические повреждения по инфраструктуре Украины нанесла Российская Федерация. Был удар в ТЭЦ в Киеве, несколько ударов по разным областям, Житомирская область, Днепропетровская область, Днепр, Запорожье. И вообще можно перечислять и перечислять. И кажется, что Путин достигает своих целей в уничтожении инфраструктуры Украины. Что дальше? Я с ужасом слежу за новостями с фронта и с ужасом смотрю все эти сводки о том, как бомбят украинские города. Потому что, конечно, мне, как и всякому нормальному человеку и городскому человеку, у меня просто нет никаких... И не могу понять какие-то эмоции, как вообще можно в 21 веке стрелять по огромному жилому городу, по его инфраструктуре. Потому что инфраструктура большого города – это выживаемость людей, которые в нем живут. Это в начале 20 века, когда там шла гражданская война, люди, извините, изображения, ходили в туалет во двор. И, в общем, у них не было там электричества чаще всего. И как бы не шла гражданская война или там какая-то Первая мировая война, уровень инфраструктуры был невысок. Следовательно, ее было сложно повредить. Но если мы посмотрим о Второй мировой войне, то там уже мы видим гораздо более тревожные факты о том, как, допустим, такой большой город, как Петербург, страдал от блокады, обстрелов, и там умерло очень много людей. Потому что обеспечивать выживаемость людей в условиях обстрелов, блокады, разрушения инфраструктуры целенаправленно. Очень сложно. Я уж не говорю о других трагедиях других городов Второй мировой войны. И, в общем, абстрагируясь от роли Германии, что коллапс Рейха совпал с трагедией Берлина. Потому что это был огромный густонаселенный город, который, в общем, как только была уничтожена критическая инфраструктура, жизнь в нем превратилась в ад. К сожалению, подозревать, что это и есть цель Путина, что то, что он сейчас делает, и делает самый омерзительный генерал Суровикин, это вот и есть реализация довольно преступной, очевидной тактики, или даже стратегии, действительно на пороге зимы донести как можно больше урон украинской инфраструктуре. Украина тоже урбанизирует своего населения, так, понимаешь, живет в городах. То есть сделать так, чтобы главной проблемой украинского правительства зимой стало бедствие граждан Украины. Это, естественно, осложнит и ведение боевых действий, потому что когда в ТУ все плохо, значит, это мешает. Это накладывает новые обязательства на страны Европы и НАТО, что надо будет этих людей как-то кормить, поить, согревать. А Европа, как мы, в общем, знаем, тоже подвергается шантажу энергетическому. И здесь надо еще вот что учитывать. То, что есть на самом деле, это как бы одна проблема. Гораздо интереснее то, как все это выглядит, условно, в голове Путина. Мы, конечно, никогда это не узнаем, но, насколько я понимаю, ему немножко все еще в накрученном виде и преподносит его информатор. Поэтому, например, его ощущение, что Европа реально замерзнет зимой, он, похоже, в это верит. И эту мысль активно транслирует во все стороны. Вот на днях была совершенно какая-то чудовищная глупая новость, которую реально печатали в газетах, что берлинцы уже якобы вырубили парк Тергартен в центре Берлина. Хотя это, конечно, совсем идиотская новость. И любой, кто хоть немножко в курсе того, как живет Европа, понимает, что последнее, что случится в Европе, это будут заморожены люди. То есть, очевидно, что в худшем случае какие-то предприятия из-за недостатка энергии, так сказать, будут остановлены. А люди, ну да, может быть, придется больше платить, на что прям был голод-холод, такого кашни не будет. Тем более, что Германия решила не выключать атомы электростанции, следовательно, с электричеством в Европе все более-менее будет хорошо. Но вернемся к Путину. Он-то полагает, что все плохо. И у него вполне, так сказать, дьявольский план. Значит, Европа и так у нас будет замерзать. Тут на них еще бывали миллионы замерзающих, голодных украинцев. Украина замерзает. Какая уж тут война. Ну и дальше, очевидно, он верит, что тут, значит, вот украинцы же любят устраивать Майдан. Значит, уже как бы у них по этому поводу есть целая, так сказать, своя мифология, которая где-то совпадает с украинской мифологией по поводу того, что Майдан – наша традиция. Просто Путин все мечтает о таком антимайдане, что вот вышли бы люди и снесли вот эту прозападную, значит, ненавистную власть, которая довевает до такого отчаянного положения. Естественно, Путин полагает, что украинцы должны в своих бедствиях винить свою же собственную власть. И вовсе не его. Я думаю, что это тоже одна из множества проблем, что и он, и те люди, кто его поддерживает, когда говорят, ну, почему же вы поддерживаете это варварство? Они говорят, подождите, а что варварство? Украинцы виноваты? Конечно, они же не пошли на условия отдать нам все, что мы хотим, значит, и смириться. Ну, вот, ну, сами виноваты. То есть вот мы их бомбим, но виноваты все равно они. Это, к сожалению, какая-то чудовищная логика, но она присутствует. К сожалению, эта логика, она характерна для пропаганды режимов такого плана, потому что, конечно, ни один нормальный человек не может поддерживать убийство там и так далее. И единственный способ заставить его это поддерживать, это внушить ему, что это какие-то привинтивные, вынужденные меры. Если, так сказать, копать глубоко в историю, то, в общем, и Холокост примерно так и объяснялся, что, конечно, наверное, убивать женщин, детей, сжигать потом их трупы в печах, это, наверное, не очень хорошо. И понятно, что далеко не все, скажем так, совсем не все, кто и занимался исполнением этого чудовищного плана, были какие-то садисты и мракобесы. Это были, в общем-то, люди с очень хорошим образованием, в том числе, которые отдавали себе отчет о том, что они творят. Но у них было, значит, вот в голове абсолютно, как они потом, очевидно, поняли, чудовищное объяснение, что, дескать, мы это ему вынуждены. Вот не оставило нам, значит, вот это вот мировое еврейство выбора, вот они так коварно, значит, издевались над Германией, что, ну, теперь вынуждены ради будущего, прости, Господи, арейская раса, значит, вот это все делать, да? Ну, что делать? Вот, чтобы будущие поколения не страдали, придется детей и женщин убивать. Вот так они рассуждали, это чудовищная логика, зафиксированные. И чтобы понять, что она, так сказать, была чудовищна, должно было случиться много всего, прежде чем, и то не факт, что все люди это помнят. Они многие до своей смерти рассказывали, а что мы такого делали? Ничего мы такого не делали. Это вот англосаксонская плутократия, науськиваемая еврейскими банкирами, втянула миролюбивое правительство Гитлера в войну. То есть, когда мы рассуждаем, почему, условно, какие-то люди, не все, но какие-то люди в России все это поддерживают, и надо понимать, что, как я постоянно про это говорю, что они за 20 лет методичной работы пропагандой, у них, конечно, в главе создана абсолютно параллельная реальность, в которой, несмотря на то, что Россия напала на Украину, несмотря на то, что это Россия первой начала обстреливать украинские города, несмотря на то, что был анонсирован Крым незаконно, несмотря на то, что вообще само по себе любая деятельность в Крыму является деятельностью на оккупированных территориях, вот несмотря на все это, виновата Украина, и Россия только сопротивляется этой всей истории. Кроме того, не говоря о том, что если бы Россия не напала, не начала первой, то Украина бы напала. Это, конечно, какая-то совершенно, казалось бы, абсурдная идея, что в тот момент, когда Россия сконцентрировала у границы Украины максимальное количество войск, это, конечно, верх идиотизма для Украины было бы в этот момент нападать. Казалось бы, надо было выждать, когда войск там не было или что-то еще. Ну, если так хотя бы допустить эту мысль. Но это все объяснения, которые на самом деле мы друг другу можем с вами это бесконечно рассказывать, может быть, как-то находить в этом противоречие. Но люди, которые живут в этих пузырях путинской пропаганды, они этих противоречий не видят или не хотят видеть. И да, возвращаясь вот к этой всей истории с бомбардировками, которые, конечно, повторюсь, вызывают у меня просто гамму чувств, огромное сочувствие к людям, которые сейчас находятся под бомбами, к украинскому народу, к Украине, потому что я не представляю себе. Это страшный кошмар оказаться в большом городе, который обстрелил. Тем не менее, это и есть план Путин. Это и есть его план. Он сознательно, целенаправленно уничтожает инфраструктуру, украинские города. И задача его проста и понятна. Сделать так, чтобы эта зима стала зимой бедствий для Украины, для Европы. Чтобы всем было так плохо, чтобы на фоне этих бедствий перспектива отдать Путину все, что он хочет, и лишь бы уже весь кошмар закончился, показался бы неплохим выводом. Как бы абсурдным не казалось это предположение, но, уверяю вас, это примерно то, что вы говорите. Да, это действительно видится как план, но что может произойти, если и это не получится? Потому что понятно, что сейчас действительно сложный период для Украины, но мы видим, как турецкий МИД говорит, что пока нет возможности провести встречу Путина и Зеленского. Да, там есть договоренности по зерновой сделке, вот пленных обменяли совсем недавно, и, собственно, есть какие-то треки, где идут разговоры не с Путиным, но идут разговоры между сторонами. Но вот здесь пока вот не получается. А если вот и не получится, то тогда останется еще один козырь, это ядерное оружие? Ну, значит, во-первых, про Путина надо понимать, что это человек оппортунист. То есть и в этом его, как ни странно, сила. Это многие недооценивали, и вообще многие его удачи, они именно связаны с тем, что против него играют стратегии, а он таптик. И если он видит какую-то возможность или кажется, что видит, то все в нее вкладывает. То есть вот ему сейчас кажется, что это работающий вариант. И он сейчас работает только на него, а не заглядывая дальше. Если этот вариант в какой-то момент не сработает, или он поймет, что бесполезно, или увидит другой, более интересный вариант, то он начнет вкладываться в другой вариант. И по большому счету это довольно победная стратегия в каких-то других условиях. Например, не то, что выстраивать долгую какую-то игру и видеть большую цель и к ней идти. Ну, цель-то у него, конечно, есть, но она тоже изменчива. Мы можем сами придумывать за него, что он там хочет. На самом деле у него желания меняются разные. То он хочет уничтожить Украину, то он не против украинского государства как такового, то туда, то сюда. Поэтому я всегда немножко меня, уже честно сказать, раздражают люди, которые после очередного заявления Путина пытаются из него вывести какую-то целую систему. Да нет, это никакой системы. Вот сейчас ему кажется, что вот надо туда метнуться и туда все силы приложить. Завтра он посчитает, что нет, надо в другое место. То есть вот сейчас ему кажется, что если ломать инфраструктуру и подавать сигналы, давайте уже садиться переговоры, то я все окончательно вам поломаю, то это может сработать. И в какой-то момент он решит, что нет, значит, что-то другое я буду делать. Насчет ядерного оружия я не очень, не то чтобы не верю, что он может это сделать, но его уже ведь очень четко предупредили, конечно, что если он его применит, то уничтожит, в общем, все, что смогут уничтожить и без ядерного оружия. Я думаю, что те виды вооружения натовского новейшего, с которым уже начала сталкиваться российская армия, они, в общем, рисуют довольно безрадостную картину того, что если все-таки нарваться на НАТО, потому что, конечно, легко говорить, что война в Украине, это война с НАТО. Ну, это как бы такое обесценивание Украины, да, обесценивание украинской армии, что, дескать, ну, мы же не воюем в Украине, в Украине существует, нет там никакой армии, а вот это вот все НАТО, это натовские какие-то наемники. Ну, так проще объяснять, почему, так сказать, не очень хорошо воюют, да. Но в реальности, ведь на самом деле, конечно, война идет с Украиной, и натовская помощь недостаточно, и вот эти все варварские обстрелы, они показывают, что с поставками систем ПВО НАТО очень сильно опоздало. Война идет уже сколько, восемь месяцев, вдруг мы обнаруживаем, что при всех успехах украинских ПВО, небо над Украиной, в общем, открыто для ракет, я уж не говорю про эти все вот эти вот шахеды-мопеды, которые там летают, да, тоже дьявольское оружие, как оказалось. И это страшное оружие, потому что в производстве они стоят дешево, иранцы их там клепают, так сказать, в больших, судя по всему, количествах, я, кстати, не удивлюсь, если на самом деле их вообще китайцы где-нибудь там клепают, или иранцы просто закупают по Китаю какие-то детали, собирают из них там где-то и шлют. А разрушение от них огромное, да, бороться с ними трудно, потому что он стоит 3 копейки, а чтобы его сбить, нужно, значит, запускать дорогостоящие. Это, кстати, хорошая, хорошая в кавычках для Путина, естественно, стратегия, что вот у вас там много современного оружия, каждый ракет там по миллиону долларов, вот мы будем у вас эти летающие, значит, месорубки запускать, а вы их сбиваете. Посмотрим, у кого раньше ракеты, помнишься, да, потому что, конечно, его, вот эта логика, что у Путина кончится высокоточная ракета, она ведь в обратную сторону работает. Вы должны знать, что ракеты для того же Хаймарса, они расходуются гораздо быстрее, чем производятся. И учитывая, что это довольно новое оружие, и ракеты производились в небольшом количестве, и вообще для всего мира, то довольно интенсивное использование Хаймарса в этой же Украине, оно, по сути, приводит к той же проблеме, что есть и в России, что все эти выстрелы, они довольно быстро расходуются. А новые, чтобы произвести столько новых, сколько нужно, это прям надо запускать мощность. Это, собственно, главная проблема, которую все обнаружили, что для возобновления, у всех было, так сказать, запасов на небольшую войну. Такую вот локальную. А война-то большая, и не локальная. И все то, что принято говорить про Путина, что у них техника кончилась, техника не работает, ракеты кончить. Я не устаю повторять, что первый раз в том, что Путину скоро кончится ракета, нам еще Христо Грозе в начале, так сказать, Марта обещал, да, и что-то как-то они все не кончаются. Можно, конечно, что по сухе, компаскреб, последний подтащил, ну, не знаю, рад бы, что последний, но что-то не подсказывает, что еще такое будет, да. То есть, но ведь это то же самое мы видим у Запада, что Запад на самом деле сначала думал, что Украина проиграет, и не хотел поставлять Украине оружие, чтобы оно все как, у них была травма Афганистана, что вот они накачивали афганскую армию оружием, а потом пришли талибы, армия разбежала, все досталось в столику. Учитывая путинскую пропаганду, очевидно, довольно, ну, давайте честно признаемся, успешное влияние на мозги западных политиков, в общем, они эту мысль и внушили, поэтому, когда началась агрессия Украины, западные политики предлагали Зеленскому срочно эвакуироваться, очевидно, не сильно полагаясь на украинскую армию. Потом, значит, украинская армия все-таки остановила это продвижение, стало понятно, что надо оружие поставить. И дальше мы увидели вот эту целую серию спонтанных, так сказать, решений, да, тут нужно срочно дживелины, давайте свать дживелины. И все бегают, кричат, Урал, сейчас дживелины нас спасут. Потом выясняется, что, значит, дживелины эффективны только танки подстреливать, а когда ситуация на фронтах меняется, они что-то уже не улучшат. Потом все бегали, кричали, байрактары, байрактары, сейчас, ну, перед войной еще, после вот этой войны Армении и Азербайджан, облака, это святая вера, что байрактары это прямо вот решение всех вопросов. Оказалось, что и байрактары, в общем, такая тоже, где-то полезная вещь, а где-то и не критичная. Ну и дальше еще много чего было, и теперь, повторюсь, мы приходим к печальной ситуации, что война идет уже долго, и сейчас до сих пор еще у Украины нет нормального ПВО, и накануне зимы, по сути, у Путина есть возможность с помощью всякой летающей дряни, значит, уничтожать украинскую инфраструктуру и реализовывать свой дьявольский план тотальной войны, то есть просто уничтожать украинскую инфраструктуру, как бы намекая, что хотите вообще зиму-то пережить, ну, давайте соглашайтесь на переговоры сейчас, а то мы вам вообще все разломаем. Вы знаете, вот об этих переговорах, конечно, хочется поговорить отдельно и детальнее, ведь этому, как уже понятно сейчас, предшествовали там слова громкие Трампа, продолжающиеся малооднозначные цветы Илона Маска, и, собственно, есть, ну, скажем так, что не только там Папа Римский по роду занятий и службе, не только там Меркель, как бывшая, не только Берлускони, как, как бы, избравшийся, но идущий к политическому какому-то своему будущему из прошлого, а вот уже и в самой Америке все выглядит достаточно неоднозначно, то есть почва подготовлена, но суть-то переговоров от этого не меняется, мы тут признали, сами захотели, непонятно кого привезли, и, собственно, подписали, пожали руки, пофотографировались и сказали, что это Россия, а вы, мол, давайте признавайте это. Вот здесь могут быть какие-то компромиссы или уже нет в отношении вот территории? Знаете, я, опять же, тут надо всегда понимать, что позиция, то, что там видит, как видит мир, он видит не так, как мы с вами. И в его мире вот эта вот неоднозначность, это, пожалуй, главное, что он знает в окружающем мире, что мир неоднозначен, и что вот эта вот песня старая советская, что мир устроен так, что все возможно, в нем, а после ничего исправить нельзя, а Путин в это не верит. Он абсолютно уверен, что так же, как в России, любой закон можно за один день Думы может принять, потом так же собраться, отменить, он уверен, что точно так же устроен вообще весь мир. И поэтому он вообще не видит никакой проблемы. А в чем, собственно, проблема-то? Во-вторых, опять же, если верить, что Украина это не субъект, а какая-то вообще непонятная Марина Чехина страна, то его, так сказать, устройство, его картина мира вполне предполагает такую историю, что, значит, вся эта музыка надоедает американцам, они же хозяева мира в его концепции. Они так, значит, Зеленский, все, больше мы тебе оружие поставлять не будем, нам все это надоело, у нас тут выборы, рейтинги падают, поэтому давай-ка, садись-ка, мирись-ка, нам вообще, в гробу мы видали все эти ваши запорожья, мы даже не знаем, где это находится, все, отдайте, что он хочет, помиритесь, а мы потом вам насчет Ленит 1, чтобы вы там как-то что-то восстановили, что у вас там осталось, в конце концов, какие проблемы, он, типа Сербия, по сути говоря, он же не всегда напоминает Косово, то есть, по сути, это как бы предложение Запада Сербии, ну вот у вас как бы оттяпали Косово, я вот сейчас могу сказать, что лично я вообще далек от этого конфликта, и мне там, я просто пересказываю им, что вот ой какая, что была, так сказать, Сербия, у него было Косово, Косово отбилось, Запад признал Косово, сербам говорит, слушайте, ну признайте, что Косово больше не ваше, ну то есть, Косово это такой сербский Крым, назовем это так, да, вот признайте, что Косово не ваше, и все будет, мы вас в Евросоюз возьмем, в НАТО возьмем, денег дадим, только признайте, что Косово не ваше, а сербы говорят, мы не можем этого признать, как же так, Косово, у нас у нас незаконно отобрать, денег там в нато евросоюз просто признаете что вот это вот условно и косово не ваша такая вот ситуация почему там условно говоря сербам такой вариант можно предлагать украине нельзя как бы спрашивает путин за про поводу маска я может скажу непопулярное мнение но мне кажется что большой ошибкой был на него так реагировать большой вот меня каш никто моим не не спрашивает как такси человека русского из россии но для меня большое удивление по зачем вообще на такси с 1 вот человек на самом деле специфический он не политик он бизнес на самом деле очень много сделал для украины в плане дел они слов ну вот чека какой-то момент пришла ему глупая какая-то на самом деле для людей из бизнеса это вполне нормальная тенденция то есть вот сидел сидел на почитал эти петлю посмотрел на карту ему в голову пришли какие-то мысли решили поделиться если бы эти мысли мне кажется никто бы не заметил на уровне вот политического руководства украины вообще какого-то это бы как-то само сошло на нет ну хорошо но он маска так ничего не имеет права так думает и думает и черт с ним как в конце концов мы живем в мире где сша свобода слова там люди еще не такое думают и похуже но думает он так ну что главное чтобы он старлинг там свой дэкс обслуживал такси помогал чем мог а пусть ну хорошо ты такая идея он пришел есть такая идея мы послушали сказали спасибо вам дорогой его маску знаете как бы не пост как бы ты хотите узнать подробности приезжайте в киев мы очень подробно расскажем почему это невозможно а вот сейчас мы с вами спорить не будем что в этом нет ни космоса в этом смысле я опять же на меня на многие видит мне кажется что вот там вот замечательный бывший посол украины германии мельник это как человек которым они с лавровым очевидно в одной дипломатической школе учились где вместо того чтобы налаживать мосты и дипломатов учат хамить и ссориться потому что нет никакого смысла маск не принимает никаких решений ну сказал человек что-то не то даже глупость я с ним извините уже не сказал и сказал но нет и собственно стараниями тех людей которые принялись доказывать миллиардеру илону маску что он не прав он в общем покормили тролля что называется и он продолжил то есть моя версия что конечно не по заданию путина все это делает это какая-то слишком упрощенная картина мира путин сейчас не в том положении чтобы иону маску там создавать советы скорее всего просто нашла коса на камень то есть человек вот сказал глупость на него все напали стали значит визжать кричать что ты не прав и ты дурак он сказал так значит я буду настаивать но к сожалению вот этот случай маска он должен нам сказать точнее скорее даже вам должен сказать украинцам о том что в мире действительно все неоднозначно и чем дальше мы уезжаем от линии фронта чем дальше мы уезжаем от украины куда-то в глубь европы там в южную евро да или мы там едем за океан или например едем в центральную азию да например а то мы там или в китай какой-нибудь этом сталкиваемся конечно совершенно другим другой оптикой взгляд на этот конфликт который нам может показаться или там скорее украинца может показаться оскорбительным например какой-то на рендера море вот он сидит у него полтора миллиона и не там куча своих проблем при этом значит и скучно их успехов ему говорят вот есть такая проблема россия начать с украиной воюю он может и знать никогда не интересовался что там вообще украина откуда взялась он готовым я не знаю расскажите между между действием то есть человек 99 процентов мозга занят решение проблем индии где-то один процент на приходится на весь оставшийся мир включая шри-ланку и лишь лежать пакистан ну не знаю пакистан и больше ему говорят на слушать вот такая история была значит страна там развалилась распалась тут вот раньше теперь они будут ну он говорит ну не знаю я но они же отдать вот им вот то что они хотят вот как-нибудь отдать поделить и поделить вот как вы не давать и исламские там баде от иди и пакистану плохо кровь полилась еще живем да ну то есть я не говорю сейчас это вот логика какого или там центральной азиатской вот и вот сам родом из казахстана часто конечно все так сказать в курсе но вообще для советского времени для там среднего там казахского крыла и узбекского человека русские украинцы белорусы это вот все было какие-то белые вот эти вот люди которые из центра приезжали обычно были начальниками потому что с точки зрения советской власти как бы сейчас там не говорили когда речь шла какой-то колониальной политики вот там в центральной азии например или даже кстати в дальнем востоке есть очень много украинцев то что кто направлено отправляла царская еще мать то есть ну присылали то есть первым секретарь будет местный а второй секретарь был воспользуюсь российским термином белый то есть он мог быть русским могут украине смогут белорусы не мест и так это вся система работа поэтому им конечно тоже довольно сложно вот на все это смотреть этот фитнес как написал нелюбимый теперь уже поэт пушкин спор слоян между собой очень сложно объяснить его напряженность людям не живущим в нашем дискурсе я уж не говорю про все эти европейские истории на как путин тоже хорошо играет ведь есть крымская война которая очень многое значит в британии до в лондоне стоит памятник а именно в париже куча мест и объектов названных по мотивам этой войны будете смеяться ведь даже итальянцы в этой войне участвовали савойское королевство туда плавала на пароходах то есть они тоже про что-то помнить что когда-то где-то они плавали в крым воевать с кем с россией то есть если ты какой-то обыватель ты вообще живешь как-то в каком-то вот таком не очень это кстати современном историческом дискурсе тебе надо очень долго объяснять что же такого случилось что вот крым это все-таки теперь не россия украина там то что раньше там была россия когда мы до ездили воевать это как бы было одной ситуации а то что сейчас там россия тоже совсем неправильно потому что стекут мог через не и вот это надо учитывать кидаться на каждого кто не понимает эту ситуацию с кулаками кричать и дурак ничего не перед и путинский агент это к сожалению очень сильно отталкивать и все очень и которые на самом деле абсолютно не созвал мне рассказывали тоже знакомы живущих португалии как в их деревне местная библиотека хотелось делать приятно украинцам как-то их поддержать так и книг на украинском у них не было библиотеки не выставили узких ну что вот они в португалии живут к деревне на берегу атлантического океана где-то там в под лиссабонии вот они искренне сочувствуют украинцам украинцы напали ну вот нет у них вот ни одной украинской книги библиотеки ну какие то вы же там примерно одно и то же же то есть и вот бедная насчет этого девушка она тоже очень сочувствует конечно украинцам хотя она из россии на конечно сказал вот такая вот что это как это назвать империализм это это как звокозненность может португальцы что хотели а нет не хотели не хотели они обижать но вот в их вот в далеких краях ситуация выглядит иначе а америка как мы все знаем это вообще перевернутое какое-то пространство это люди живут за океаном опять же там 99 процентов мозга любого американского политика аналитика и кого угодно заняты американскими проблемами и любой кто общался с американскими теми с экспертами знает что они при первой возможности сбиваются на обсуждение американских проблем и там уже можем часами слушать как они там насчет что там у кого куда выбрал кто чего где сказал и прочие прочие вещи но так они живут это то с чем как бы надо смириться и на этом играет путь пусть путин вот это вот все глобальную недопонимание усталость от этой далекой войны непонятно кого непонятно с кем пытается превратить в кондре он будет а чикам итальянцам эта война зачем вам французам эта война зачем вам испанцам эта война что он португальцам до этого дела бразильцам там условно индусам какой он для этого дел почему хотим мы у вас у самих своих куча проблем они все кивает голове блюда у нас действительно кучу проблему самих что же мы ими не занимаемся до миллиарды шлем украине за помощь опять же и кто ведь всегда главная аудитория путина и в россии кстати горе в украине у нее штуки была достаточно большая аудитория в украине до войны даже сейчас остаются люди которые все еще там не так однозначно это какие-то не очень умные не очень далекие не очень образованы очень несчастные бедные затюканные люди которых легко там обмануть им подсунуть какое простое объяснение вот мы тут значит условно живем у себя там день в деревне в германии или в австрии на вот такие огромные счета за газ приходит кто виноват украинцы минут еще они не отдадут эти свои три деревни путина чтобы он от нас отрезался и славным газ по прежнюю цену митинги в париже были до нынче мы конечно всех уважаем право человек это все прекрасно но можно мы не будем так за это дорого платить вот как бы главный козырь путина сейчас это надо иметь ввиду когда мы обсуждаем вообще вот это все да это действительно очень ну очень важно понять что там в голове и как они с этим в общем-то живут и что не будут делать дальше а что по украине верховная рада проголосовала вот раньше проголосовала что японские курилы это оккупированная российской федерации территории сегодня пришла новость что верховная рада украины признала чечню чеченскую республику как также оккупированной частью собственно оккупированной республикой российской федерации достаточно ну скажем так интересная череда событий и вот череда этих признаний это может запустить нечто большее в контексте отношения к российской федерации ну и соответственно политического геополитического что ли процесса вот то что называют разные там аналитики начиная от конспирологов заканчивая там за беном ходжесом да как вот план по развалу россии ну я очень скептически отношусь вот ко всем этим заочным историям знаете я я сейчас скажу вещи которые мне будут наверное ругать но вот крыму много лет был ставил украины что-то крымские татары в то время не пользовались никакой абсолютно любую крымскую украинского начальства я даже сказал наверно украинского народа никто и не вернул их земли на южный берегу крыма никто не признал никакой их там широкую автономию а вот когда крым оказался оккупирован россии вот тут конечно любовь к крымскому народу это крымскому народу пробила все значит берега и прямо все готово отдать и конечно легко отдавать до крым так цель крымским татарам когда там сейчас хозяйничает пути дальше уже раньше на двор раньше раздать может быть и 9 путин получился на то что имеем не храним потерявший класс естественно поэтому конечно сейчас задним числом но первых с чечнёй это тоже все довольно так смехотворно да ну хорошо что в чечне сейчас под кадыровом никакого от этого чеченского подполья там существуют какие-то люди которые уехали но объективно говоря его нет поэтому это какая-то фикция никакой там партизанская война в чечне не поднимется потому что все те кто воевали тогда против россии они сейчас герои россии вместе с кадыровым и он сам воевал то есть поэтому я не вижу субъекта на кого это бы произвел какое-то особое впечатление да я уж не говорю о том что при всей скандальности той войны вообще тогдашние чеченские порядки не пользовались большим успехом не только в самой чечне где не всем нравилось там шамиль баха басаев и компания но и окрестном республике потому что они откровенно говоря досаждали своим ближайшим соседям поэтому если кто-то там в киеве думает что вот сейчас там весь кавказ от радости поднимется но как бы нет что касается кулиських страху японии я думаю что япония конечно порадовалась этому но единственное чтобы хотела японии чтобы могу удовлетворить это если бы российский парламент принял такое решение то есть идея что один парламент раздает землю другого государства кому угодно или признает там какие-то но это месть да хорошо вот россия признала значит там вот это мы признаем это это какой-то вот честно скажу выглядит это все смешновато ни на что это конечно не повлияет и не в обиду будет сказано так сказать украинской ради но хочу сказать что мало как мало что вообще беспокоит и волнует людей внутри россии в том числе и в национальных республиках так это то что там принимает украинская рада это вот на самом деле какие-то ну хорошо может и бразильский парламент что-то такое может принять там нигерийский я не вы что не уравниваю просто ну и что на какая разница то есть украинцам же все равно что по большому счету принимает дума государственную то логично и правильно но по той же самой логике и люди в россии должно быть абсолютно все равно что там но рада принимать от приняла дороге был а то есть это к сожалению какие-то такие игры взрослого дианика не конечно понятно почему происходит хочется что-то делать а делать ничего нельзя что в условиях войны порог полномочия парламента прямо скажет скукожеваются потому что значит президентом руководит страной правительство значит там спасает экономику хозяйства армию воюет спецслужбы уют шпионов а парламент сидит на счет сотни мужиков костюмах и женщин хорошо одет их нужно чем-то заниматься вот они начать принимают какие-то там кстати говоря российская дума занимается ровно тем то есть они тоже все не нужны это абсолютно бессмысленное говорение если что они могут сделать это заниматься то есть украинская рада и парламентом пути дума они в общем примерно занимаются одним и тем что они начнут в тылу пытаются поддержать ну правда конечно с огромной разницы потому что украина обороняется и там понятно и там в общем и парламент выбора народом у него есть связь со своими избирателями они в общем должны ориентироваться а в российском парламенте понятно что это просто сборище каких-то шутов которые сейчас упражняются кто громче крикнет лозунг чтобы значит вот на путину понравился он заметил сказал вот этого куда-нибудь давайте коммунисты порадовали аляску говорят надо возвращать про аляску это как коммунисты россии это клоуны это тоже знаете довольно такая распространенная идея вот находить каких-то маргиналов и так сказать серьезно обсуждать и коммунист россии это даже это не даже не кпр это абсолютно маргинальная кремлевская организация про аляску это все конечно можно сколько угодно вставать какие-то позы но аляска была честно продана и в общем документы все хранятся что это в архиве слава богу что хоть и ряску продали можно надо больше что-нибудь продать может быть все были бы лучше чувствую а вот поэтому я все-таки против вот этой всей политики это кстати символических жестов потому что она будет людей заблуждений это характерно кстати говоря и для какой-то части российской иммиграции в том числе господин панамарьев любимец многих украинских политиков вот он сейчас там в польских каком где-то в польше чуть ли не прежде что в изгнании собирается это все конечно можно можно сидя в киеве и правительство россии учредить и вооруженные силы учредить и трибунал над путина провести можно все что угодно сделаю только от этого ровно счету ничего не изменится вокруг путина вот чем проблема как говорит старый одесский анекдот за что когда меня нет воды пусть меня хоть бьют корой по пути ну хорошо давайте соберемся я здесь вильнюсе или знает там в варшаве соберем трибунал осудим его общественно и что и что и что он после этого заплачет и удавится что нет конечно ну да да федор понятно давайте о реальных происходящих вещах пришла новость о том что теперь не сказки запускают из-под ростова ракеты поэтому вот ну когда сказки есть там несколько минут минут десять так точно чтобы среагировать на сигнал воздушной тревоги в украине а теперь это ну очень нужно в общем всем призываем всех следить за ваш за сигналами воздушной тревоги это действительно важно скорость увеличивается но там вот куда собственно по сообщению украинских служб указывают стрелки примерное да вот расположение откуда наносятся вот эти новые удары из ростовской области вот там произошла трагедия и многим украинцам ейска не жаль и это можно украинцев понять потому что это как раз таки в день когда там там семья погибла в киеве когда новые обстрелы потом тоже очень странная история если су-34 который упал на жилой дом в ейске летал в учебных целях почему с полным боекомплектом который потом взрывался пилоты вообще герои по версии господина рогозина которая там чуть-чуть буквально не дотянули до пустыря вообще большие молодцы и нужно их судить но это такой отголосок войны или мы чего-то не знаем об этом самолете я ничего не знаю про этот самолет я не так давно в тбилиси там встречался с ребятами которые уехали из ейска в частности депутаты бывшие ейски ну то есть оппозиционеры которые вынуждены были покинуть россию последние после начала войны ну потому что в приграничных регионах особенно жестко идет зачистка как куда и конечно ейска это по-своему несчастный город потому что и по их рассказам и очевидно что в общем он всегда был вполне так сказать дружествен с украины и в общем в каком-то смысле населения думы там примерно то же самое что и в мариупре это совсем соседние города и жили они все время как-то с ощущением что ну что вот все рядом и есть конечно должен бы развиваться не как город с аэродромом в центре как город-курорт потому что южный бомб я читал как раз про это интересную статью что там общих раз местные депутаты бегали с идеей что у нас есть хорошая взлетно-посадочная полоса может отсюда военных то убрать и сделала здесь международный аэропорт на чтоб летали самолеты там люди приезжали в тепло купались но нет зачем ты кстати думать о людях если можно а как мы теперь понимаем конечно почему поряд почему его там не убрали оттуда военным что готовились к войне с украины и вот собственно для этого он там и нужен потому что если в войне с украине готовились то но действительно ну зачем на какой черт нужен этот аэродром в ейске зачем пусть там есть будет город-курорт это же развитие 9 там сегодня нет там был военный аэродром и вот собственно мы увидели к чему это приводит и увидели прежде всего жителей иск и сегодня кстати что они там сделали стихийный мемориал потому что действительно погибли люди беременные женщины и так далее то есть эмоции украинцев как бы они понятно но я вообще на самом деле мы же не знаем что это были за люди что они там думали и так ли виноваты были беременные женщины в чем-то вина этих людей стало только в том что они имели несчастье жить рядом с этим военным объектом с которого значит летали самолет и один из этих самолетов упал им на эти жалкие оправдания что летчики герои это конечно выглядит все очень нехорошо потому что если плечик действительно увел самолет вот тогда плюс можно было еще что-то про него к сожалению летчик увел самолет прямо в жилой дом и еще пытался катапультироваться я не знаю катапультироваться на что там все это конечно говорит только в одном что война это такая страшная вещь который нельзя отсидеться в стороне я про это еще в начале войны писал что конечно это вообще все говорили не надо быть пророком что конечно когда ты начинаешь бомбить и соседнюю страну то общем ты входит момент обнаружил что на твои города падают бомбы когда ты посылаешь самолеты бомбить другую страну ты иначе то обнаружил что чарит и твою страну бомбят волю того эти самолеты периодически разбиваются причем на голову твоих же граждан что когда ты призываешь сотни тысяч людей в армию то даже на стадии мобилизации люди гибнут потому что на любых учения гибнут люди когда сотни тысяч десятки тысяч людей из гражданки не обученных может быть не не умеющих не желающих вообще просто никогда не занимавшихся всем этим привозят на какие-то полигоны они там остаются они гибнут они умирают там не пьют от тоски происходит это все часть войны и дальше будет больше чем и будет интенсивнее все эти действия тем конечно больше будет таких ситуаций больше будет катастроф трагедий и прочего то есть к сожалению я я вообще в любой войне надо жалеть конечно мирное население да потому что когда уже начинается война мирных жителей ни о чем не спрашивают одобряют они не одобряют и уверен что сорок пятом году в берлине уж никто не одобрял так сказать никакого гитлера когда их на голову бомбы падали они сидели там по уши в затопленном метро но их уже никто ведь гитлера не спрашивал одобряют они или не одобряют их вообще уже какой-то момент перестали спрашивать поэтому я думаю что страдание гражданского населения это конечно есть главное военное преступление причем тех людей кто развязал и украинские люди страдают по вине не своих властей они страдают по вине путин потому что если путин не развязал ту войну никаких страданий у них бы не было не бы может быть страдали от чего-нибудь плохого взяточества от плохого управления трахой работам из пожалуйста всякое может быть они бы там может быть протестовали устраивает их право но сейчас вот сейчас они страдают и забудь и теперь еще и в россии люди тоже страдают умирают из-за путина потому что если бы не было этой войны этот самолет скорее всего не упал на этот дом если бы не было войны с украиной украинцы бы не обстреливали белгородской области другие то что никогда раньше они этого не делали я не помню что вот украинцы обстреливали никто не помнит следовательно все это сеющий ветер пожнет вот путин потихонечку начинает пожинать гури в том числе я это без всякого разворачивания те люди которые действительно его может быть искренне поддерживали даже сейчас потихоньку эти люди и ждет путь разочарование и ужаса потому что мы как собственно этим путем ноги страны прошли там японцы и немцы и многие другие когда и даже французы при наполеоне когда от какого-то величайшего воодушевления до когда разгрома унижение поражение так далее и такая тянется дорожка и в общем люди в конце обнаруживают что вместо какой-то там вечной империи там которая навсегда и не самое лучшее мире они просто на руинах своего дома сидят и оплакивают погибших родных и близких это неизбежно и любой человек любой лидер который начинает войну особенно несправедливая война агрессивная он должен быть к этому готов федор я благодарю вас за эту беседу и за этот разговор спасибо большое что нашли время и пообщались и выступили ответили на вопросы и собственно мы ждем комментарии от вас дорогие подписчики благодарю вас федор и берегите себя дорогие мои уберегите себя слушайте сигналы воздушной тревоги потому что ничего страшнее войны нет я искренне не знаю я на вашей стороне и каждого из вас готов обнять потому что мне страшно читайте тебя друзья давайте не попадать в новости давайте продержимся и выстоим